Девушки отдыхают Заглянем наверх Есть у меня подозрение, что вся партия еще там Рядом с вентиляцией Рядом с вентиляцией Мы ведь можем тут немного задержаться Рядом с вентиляцией 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 Не упусти его! Что это за херня? Черт! Тормози, мать твою! Блядь, стоп! Стоп, я сказал! Ну все, пошли! Держись ко мне поближе, я сам разнесу его на куски! Я убью его! Убью нахуй эту суку! Полиция! Остановитесь! Лейтенант Фаскес, полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю! Стойте! Нет, стойте! Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их можно понять! Застрелишь парня, сделки не будет! Фаскес, стреляй! Ага, давайте все друг друга перебьем! Да что ты говоришь? Твою мать, и что с ним теперь делать? Тут скоро будет толпа журналистов! Ты чё, блядь, творишь? Охренел? Полиция! Никому не двигаться! Убирай отсюда свой ебучий грузовик! Я хочу взять его с собой! Что? Ольга, у нас тут проблема! Серьезно? Хочешь взять меня с собой? Ты мне нужен! Ты совсем башней поехал? Еще одно слово, и я звоню в студию! Не заставляй меня рушить твою карьеру! На, один труп! Никто! Я обещаю, никто тебя и пальцем не посмеет тронить! Скажем, я нанимаю тебя! Спасибо, выручил! Только без патрульных машин и без радио! Надо замять это все! Ты серьезно, что ли? Как тебя зовут? Это просто какой-то пиздец! Я же просил, брось оружие! Сначала скажи, что тут вообще происходит! Надо было послушать, и ничего бы не было! Я все объясню, только... Уезжай! Ребята из участка дальше разберутся! Ты мне нужен! Хорошо. Можешь не говорить. Меня зовут Джошуа Стивенсен. А как звали твоего... товарища? Билл Яблонский. Припоминаешь? Да. К сожалению. Научи нас так счастливать дни наши, чтобы обрести сердце мудрое! Стоп! Ты Ви? Я про тебя слышал! А вот я про тебя нет. Мы не можем его взять! Это исключено! Он слишком опасен! Я хочу предложить ему работу! Господи Иисусе! Аллилуйя! Началось хоть что-то интересное! Сейчас еще бы попкорна, и было бы вообще заебись! Может, скажешь, чего тебе от меня надо? Я соглашусь с Рэйчелом. Надо уезжать отсюда. Поехали с нами! Ответы на вопросы ты получишь по дороге. Я против, парень! Хорошо. Но тебя никто не спрашивает. А, слушай, не знаю, что он там хочет тебе предложить, но если ты с ним не поедешь, я с тобой вообще разговаривать перестану. Ладно, допустим. Едем. Живей, мы опаздываем! Скажи, было в твоей жизни что-то такое, что полностью изменило тебя и твой взгляд на мир? Нет, думаю, не было. Жаль. Все мы должны через такое пройти. Я вот прошел. Двадцать лет назад меня посадили за вооруженное нападение. Были и другие грехи. Я застрелил нескольких человек. Тогда это для меня ничего не значило. Но в тюрьме времени навалом. Начинаешь о многом задумываться. И я решил исправить все ошибки, которые завершил. За что ты убил их? У меня был ствол. Они косо на меня смотрели. Я мог сделать так, чтобы они перестали. Я до сих пор вижу их лица перед тем, как... Время застыло. Боже, дай мне сил их не забыть. Исправить можно опечатки. А убийство – это убийство. Можно покаяться перед семьями. Можно помочь другим свернуть с пути тьмы. Скажи, наконец, чего ты от меня хочешь? Останься до конца дня. И я заплачу, сколько тебе обещали за мое убийство. Прости, разве у тебя есть бабло? У меня нет. У студии есть. Она и заплатит. Если что, мой контракт все еще в силе. Кто помешает мне его выполнить? Я. Если рыпнешься, ты труп. Не надо сердить Васкиса. Твой фиксер получит все, что должен. Я об этом позабочусь. Интересно как? Поверь мне, все будут довольны. Обещаю. Только до конца этого дня? До конца этого дня. Если что-то пойдет не так, я уйду. Тебя не будут удерживать. Скоро будем у Глории ляхмар. Подожди, мне надо приготовиться. Васкис, последи там за ними. Я лучше посижу в машине. Постарайся быстро. У нас плотный график. Зулейха? Ты опоздал? Я нашел по дороге попутчика. Это кто-то со студии? Помнишь, что ты мне писала в последнем письме? Так вот, он как раз из таких людей. Ви, это Зулейха. Ви, очень приятно. вы друг, вы друг, Джошуа? Скорее, новый знакомый. Мама еще не вернулась. Мама еще не вернулась. Можем поговорить, пока ждем. Заходите. Вперед, я подожду снаружи. Похоже, не всем тут нравится ждать у моря погоды. Садитесь, пожалуйста. Не стесняйтесь. Пить хотите? А можно воды? Конечно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Зулейха, сестра человека, которого я убил. Она часто писала мне, пока я сидел в тюрьме. Так мы и стали друзьями, благодаря прощению. Это благодаря вам, Джошуа уверовал? Да, все началось с ее письма. Я потеряла брата, но Бог послал мне другого. Найт-сити истинно верующих раз-два и обчелся. Само провидение привело вас в мой дом. Мы встретились благодаря ему. Скажи мне, Ви, ты веришь в Бога? Почему мы вообще об этом разговариваем? Мы с Зулейхой недавно поспорили, и я подумал, что ты можешь нас рассудить. Нет, нет. Вообще-то я на это не соглашалась. Споры о религии как-то не мое. А тут и спорить нечего. Эти гиены из Виртстуди убедили Джошуа заменить одну казнь на другую, на распятие. Он хочет, чтобы все пережили его агонию и почувствовали его боль. А почему брейнданс? Чего ты добиваешься? Зулейха наставила меня на путь истиной. Настало время вернуть долг. Я хочу доказать, что любовь существует. Таким образом, чтобы это поняли все заблудшие души на нашей грешной земле. Любовь? Если есть безусловная любовь, значит, есть и Бог. И миру пришла пора наконец вспомнить о нем. Подумай о миллионах людей, подключенных к телевизионным кормушкам. О детях, которые живут среди банд. Разве они знают любовь? Шлюхи на Чпок-стрит, обколовшиеся корпораты в офисах, бандиты на улицах. Они знают любовь? Я хочу достучаться до всех и каждого. И даже до наемных убийц, таких, как ты, Ви. Знаешь ли ты, что такое любовь? Ответь. Мама вернулась. Джошуа Стивенсон. Снова ты. А это кто? Меня зовут Ви. Уходите. Вас сюда не звали. Миссис Эляхмар, я приехал просить у вас прощения. Ты... Ты убил моего сына. Я никогда тебе этого не прощу. Я искренне жалею, что причинил вам боль. Вон из моего дома. Быстро! Да уйди же ты! Убирайтесь сейчас же! Нам лучше уйти. Серьезно. Миссис Эляхмар, пожалуйста! Убийца! Ничего, просто уходите. Ты забрал у меня Рубена. Мое дитя. Моего сына. Давай вернемся в машину. КОНЕЦ Я просто хотел поговорить с Глорией, объяснить ей все. Мне казалось, она найдет в себе силы меня простить. Надо где-нибудь перекусить. Ее можно понять. Я бы тоже не простил убийцу своего сына. Стивенсон, мы все знали, чем это кончится. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Вы правда хотите снять вирт твоего распятия? Да, правда. Это наброс говна на вентилятор. Недовольные будут всегда. Я должен это сделать. Если это не потрясет мир до самых основ, то он уже никогда не проснется от кошмара. Возьми Стивенсона и найдите нам столик. Хочу поболтать с нашим попутчиком. Погоди секунду. Нам надо поговорить. Ну, что думаешь про нашу восходящую звезду брейнданса? Мне кажется, он истинно верующий человек. Истинно ебанутый ты хотел сказать. Но я не об этом. Если он псих, зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенса не то, что в наше время редко встречается, а потому высоко ценится. Штука такая есть. Искренность. Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо. Зато он искренне верит в то, что говорит. То есть идеальный актер брейнданса. Угу. Он просто не способен завалить спектакль. Для моей студии Джошуа Стивенсон это настоящая золотая жила. А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги. Задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться. А я рискую потерять инвестиции. Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал. А ты просто уйдешь. Не соглашайся, Ви. Думаю, что нет. Мне кажется, ты просто не понял, что я тебе предлагаю. Все, я уже прекрасно понял. Давай, пошли. Неплохо для средненького наемника. Интересно, как все это кончится. Болью и большими деньгами. Как еще? Пойди угадай, кто святое, кто сумасшедший. Может, и разницы-то никакой нет. Но мне тоже интересно. Один раз он уже удивил. Я навидался на них, как ты. Про Иисуса мне можешь не рассказывать. Если вдруг захочешь свалить, я тебя просто пристрелю, как собаку. Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкес. Какой Васкес упертый мужик? Даже для копа. Он раб привычек. Как и многие другие. Васкес, он же коп до мозга костей. Да он родился с полицейским значком. У тебя на него серьезный компромат. Больше половины акций студии у корпорации. В отличие от тебя, у Васкеса хватает ума, чтобы не наживать себе влиятельных врагов. Расскажите мне еще про этот брейнданс. В чем там задумка? Мы решили назвать его максимально просто. Страсть. Это будет фирт нового поколения. В смысле? Стивенсона отпустили ненадолго. Поэтому непосредственно с ним мы будем снимать только финал. Все остальные сцены доделаем дублерами и заполним материалами из банка эмоций. От Стивенсона не отличишь. До чего техника дошла? А то. Мы же части Биэм. Знаешь, сколько они вкладывают в технологии? Еще пара лет и актеры будут не нужны. Наконец-то. А зачем вам Джош? Он как будто вообще не нужен. Муки сына человеческого. Пока что не получается имитировать нулями и единицами. А сценаристы как-то учитывали твое мнение? Он заставил их взять за основу Евангелие от Луки. Они сначала ориентировались на Евангелие от Иоанна. Это, наверное, было важно для… Ну… У Иоанна все слишком грубо и преувеличено. Мне больше нравится, как пишет Лука. Тем более, у него Иисус готов к тому, что его ждет. Я хочу, чтобы мир это увидел и почувствовал. Ты говоришь, как актер, который хочет вжиться в роль. У меня только один дубль. И я хочу, чтобы он получился. Ты правда считаешь себя Иисусом? Я… Я считаю, что мы должны следовать его примеру. Все, хватит болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточить. Расслабься, Рэйчел. Кстати, я же… Я же ничего о тебе не знаю. Как ты проводишь свободное время? Что помогает тебе отдохнуть? Не твое собачье дело. Правда, интересно узнать? Я медитирую. Круто, что тебе это помогает. Душевный покой – это важно. Я согласен. На настоящий покой душа может обрести только во Христе. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты как будто отказываешься признать, что духовность – это всегда что-то личное. А ты? Ты нахуя сюда пришел? Пожрать на халяву? Я тебе скажу, нахуя. Все! Мне поебать на твои объяснения. Мне уже блевать хочется от вашей болтовни. О милосердии, спасении, перерождении. Я тебе так скажу. Религия – это манипуляция сознания. Как и кинематограф. Ну, Рэйчел. Все, хватит. Разговор окончен. Доедай быстрее, мы отвезем тебя в студию. А ты можешь катиться на все четыре стороны. Деньги тебе переведут. Что ж, пока, Ли. Очень приятно было познакомиться. Класс, да ты прекрасный собеседник. Что думаешь обо всем этом? Да чё тут думать. Парень ёбнутый на всю башку. А корпораты на нём паразитируют. Да, как-то так. Мне его даже не жалко. Мы, конечно, можем сейчас пофилософствовать. Но что это изменит? Корпорации не перестанут наживаться на таких блаженных. А люди мечтать о несбыточном. Погоди-ка, а куда делся твой мятежный дух, Джонни? Да при чём тут я? Настоящий мятежный дух в этом парне. Определись уже. Он, по-твоему, псих или мессия? Он ебанутый. Мир ебанутый. Ты тоже ебанутый. Потому что в твоей голове сижу ебанутый я. Если хочешь спасать человечество, в первую очередь надо быть ебанутым. Как думаешь, Бог есть? Блядь, что за вопросы? Ты серьёзно? Конечно. Это же важно. Что именно? Я понимаю, не каждый день восстаёшь из мёртвых. Неужели это сподвигло тебя задуматься о спасении моей души? Вообще-то это странно. То есть ты не думаешь про свою оцифрованную личность? Про последствия? Ты же мёртв, да? Или жив, пока не сотрут твою последнюю цифровую копию? Хочешь знать, попаду ли я на цифровые небеса? Скорее уж, цифровой ад. Ну, в общем, да. Если есть жизнь после смерти, значит, Сильверхенд уже на том свете. И я разговариваю с его голографическим призраком? Представь себе, я об этом не думаю. Мне абсолютно насрать. Я тот, кто я есть. Нет ада, нет рая. Есть просто цифровая копия сознания. Сюрприз. Странный был день, да? Я даже немного жаль возвращаться к реальности. Пошли, пора что-нибудь разъебать. Приводит к критическому ошибке. Чужое дело. Попробуйте.